Хабаровских чиновников отравили в школу. Они теперь добровольно-принудительно учат русский язык, чтобы не было стыдно за ошибки пятого класса, которыми пестрят официальные документы. На уроках для взрослых побывал Даниил Горчаков. Вместо привычной тишины кабинетов, рабочий день хабаровских чиновников теперь начинается в аудитории с уроков родной речи. Русский язык стал частью обязательной программы повышения квалификации работников краевых учреждений. Так местные власти пытаются бороться с засильем канцеляризмов, штампов и обыкновенных глупостей в речи госслужащих. Я выступаю на совещании. Утром все хотят спать и дремлют. И я сообщаю, что сегодня очень проблемно. Вечером ложишься спать с одним, а просыпаешься с другим. Я имела ввиду документы. Как избежать двусмысленности и откровенных ляпов, чиновникам объясняет Елена Крадожон-Мазурова. Известный на Дальнем Востоке филолог сама становилась жертвой невнимательного отношения бюрократов к нормам русского языка. Я и сама страдалец. Моя фамилия Крадожон. И ее регулярно пишут без точек над буквой «Ё». И поэтому читают по-разному. Крадожон-Мазурова. Вот если у человека фамилия, которая может быть неправильно прочитана, и из-за этого неправильно понята, или имя, постановка точек по его желанию необходима. И тогда документы переделываются. Подобные курсы в Хабаровске уже пытались вводить в порядке эксперимента. За парты садились военные, работники прокуратуры. Филологи говорят, неплохо было бы улучшить языковую подготовку и руководителей коммерческих структур. Небольшой магазин написано «Одежда для беременных женщин и мужчин». Безграмотные надписи в Хабаровске можно встретить даже на дорожных указателях. Казалось бы, где как ни на Дальнем Востоке должны были бы знать, что имя революционера Ким Ю Чена, как и любое китайское или корейское имя, пишется без каких-либо дефисов посередине. Однако такие неправильные указатели годами украшают одну из центральных улиц города. Излишняя любовь к дефисам доходит до того, что даже имя основоположника марксизма в рекламе умудряются писать через черточку. А буквально на днях город украсили огромные баннеры, которые поздравляют горожан с Днем российской милиции. Только почему-то слово «российское» написано с одной «с». Данил Горчаков, Алексей Сахно, 5 канал, Хабаровск.